Всех приветствую, уважаемые мои подписчики и случайные зрители этого видео. Особенно это касается тех, кто внимательно следит за плейлистом о подводной охоте. Да, я занимаюсь еще и подводной охотой, кроме того, что ремонтирую свою любимую машину своими руками. Подводной охотой я стал заниматься лет 15 назад. Именно в тех местах, которые сейчас вы видите на своем экране. Да, это дальневосточное побережье, это Владивосток, это остров Русский. 10 лет назад я переехал из Владивостока в Санкт-Петербург. На протяжении всех этих 10 лет я очень хотел посетить эти места. Только потому, что я здесь родился, я здесь вырос, я здесь прожил целых 33 года. И именно здесь, на этих берегах, я начал заниматься подводной охотой. С нуля, абсолютно ничего не зная, ничего не понимая, купил костюм, ласты, маску, груза и залез в Японское море. Не прошло и 15 лет, и я продолжаю заниматься своим любимым делом для души и для здоровья. Ну и в апреле этого года так уж распорядилась судьба, что я оказался опять на Дальнем Востоке спустя 10 лет. Да, именно столько времени прошло после того, как я отсюда уехал. В середине апреля, наконец-то, приехало снаряжение транспортной компании. И в первые же выходные, уговорив своих знакомых, оболтав, поехать на русский остров, есть такая известная бухта Джигит, я пошел купаться. Первое же свое погружение на Джигите, я просто обалдел от того, какая прозрачность меня встретила в этот день. Горизонтальная прозрачность была просто колоссальная. Я давно не плавал в такой прозрачности, потому что многие знают и понимают, о чем я говорю, так как мы живем все-таки в западном регионе, там, где реки, такие как Невал наши, они не очень прозрачные. И прозрачность их оставляет желать лучшего. А Финский залив, в принципе, он вообще не прозрачный. Так вот, погрузившись в воду и увидев этот прозрак в 10 метров, это, конечно, меня настолько поразило и удивило, что я в первый же день проплавал практически 4 часа просто так, просто для настроения, для того, чтобы мне было хорошо. Я, друзья, отпустил уже на лодке на берег, но я все равно плавал, плавал и плавал. И глубины, для того, чтобы мне было комфортно разнаряться, составляли где-то от 6 до 10 метров. Задержка дыхания, конечно, оставляла желать лучшего, потому что все-таки в зимнее время мы не так часто купаемся. А на тренировки я себе не могу позволить ходить, потому что очень сильно занят. Тренировки у нас проходят по вторникам и четвергам в бассейне с 19 часов, а я только к часам к 20 домой-то появляюсь. Так вот, в этот день, в первый день, побывав в бухте Джигит, я оторвался по полной. Да, у меня потом немного болели уши, да, у меня гудело в голове, но зато я получил такой заряд энергии, такую массу удовольствия, это просто не передать словами. Еще чем хорошо купаться именно в апреле начинать, тем, что очень прозрачная вода и очень хорошая погода. Апрель-май во Владивостоке стоит изумительная погода. Температура воздуха может быть 20-25 градусов, солнечно, хорошо, замечательно, туманов нет. И можно хоть каждый день практиковаться на море. Только потому, что есть необходимость готовиться тебе к тому, что нужно летом будет тебе нырять на 20-25 метров. Кто-то ныряет и на 30 метров, только для того, чтобы добывать хороших, замечательных трофеев в виде темного окуня. Был я и на ночной охоте. Меня пригласили коллеги-знакомые на ночную охоту. Ну, скорее не на охоту, а на добычу осьминога. Было потрясающе. С тем фонарем, который у меня сейчас есть в наличии, это Д-170. В принципе, вот этого света, этого фонаря было достаточно. Даже в некоторых случаях его было слишком много. Те, кто здесь, вот конкретно подводные охотники, занимаются ночью подводной охотой, Такая мощность фонаря именно для моря, она даже кажется излишней, представляете? Если для наших мест мощности фонаря Д-170, которому у меня уже 4 года, в котором я плаваю и купаюсь, каждую ночную охоту, здесь, в море, ночью, ее просто за глаза. Я пользовался этим фонарем в половину мощности. И опять же, ночная охота в море, это неописуемая красота, это масса впечатлений, это уйма ощущений только от того, что происходит там под водой, потому что ты это все видишь, ты это все чувствуешь, ты понимаешь, что ты находишься не в чужеродной среде, а там, где тебе, в принципе, комфортно. Мне удалось побывать на подводной охоте ночью, в принципе, два раза. Что один раз, что другой раз, я вытащил по одному осьминогу, и этого было вполне достаточно для того, чтобы самому покушать и угостить своих знакомых и родственников. Еще раз повторюсь, сказав о том, что в это время, в апреле, в мае, на побережье рыбы практически нет, кроме камбалы. Ну а в июне начинается Эльдорадо, примерно где-то с числа 10, когда вода прогревается до градусов 15-18, подходит очень много в больших количествах кефали. В первую очередь, это, конечно же, пеленгаз. Ну а в то время, в апреле, в мае, каждое мое погружение сопровождалось тем, что я немножко подкреплялся в итоге после своих погружений некоторым количеством морепродуктов, которые можно было прямо здесь, прямо на берегу, а можно даже и в море, открыв раковину, покушать гребешка, поймать небольшого крабика и тут же его сварить в котелке на берегу моря и здесь же его съесть. Можно было насобирать серых ежей и также взять и скушать, получив массу удовольствия. Главное в моем случае не переборщить с количеством белка, которое ты можешь скушать за один раз, потому что, если скушать слишком много, можно получить так называемое белковое отравление. В июне на побережье Владивостока приходят с моря туманы. Почему? Потому что их приносит сюда восточный юго-восточный ветер. Так как суша уже очень хорошо прогрета, а море только-только начинает нагреваться, то эти туманы с завидной периодичностью окутывают берега как Русского острова, так и Владивостока. Но они абсолютно не мешают заниматься любимым делом. А сейчас я вам предлагаю просто поплавать вместе со мной и понаблюдать эти замечательные придонные пейзажи Русского острова. Смотрим и наслаждаемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 рыбы вдоль берега по направлению в море или берег выбор места для засады зависит от того как идет рыба и корректируется процессе охоты в утренние часы не наблюдается большой ход пеленгаса лишь отдельные особи можно повстречать на мелководье на самом деле охота на пеленгаса совсем не сложная нужно всего лишь набраться терпения и сидя в засаде дождаться того момента когда стая пеленгаса будет проходить мимо вас и в этот момент произвести выстрел по вкусовым качествам предпочитают больше конечно лобана потому что мясо пеленгаса в это время немного горчит за час охоты бывает что можно добыть и 10 штук а бывает и не одного так что кто на что гораст всем спасибо за внимание всем пока до новых встреч